Сделай это сейчас и больше никогда не будешь думать о деньгах. Ты можешь войти в те самые 3%. Я гарантирую, ты можешь заработать кучу денег. Думаю, заработок – одна из самых легких вещей, которые я когда-либо освоил. Она же одна из наиболее недопонятых. Если это сработало со мной, сработает и с вами. Я хочу, чтобы вы на секунду задумались о своей жизни, в том числе и о своих доходах. Я хочу, чтобы вы подумали о деньгах. Так получилось, что немногие хотят говорить о них. А когда ты все же начинаешь говорить об этом, тебя воспринимают в штыки и говорят, что деньги – это не главное. Но это ведь просто глупо. Конечно, деньги – это не главное, но они важны, очень важны. Если кто-то приходит ко мне работать, я спрашиваю, какое максимальное количество дохода он получил за год. Я никогда не осуждаю за ответ, мне просто интересно. Ведь когда человек отвечает на этот вопрос, то показывает, как именно запрограммирован его мозг, когда дело касается денег. Мы все запрограммированы. У вас есть программа, у меня тоже. Но у многих она работает по сценарию, составленному кем-то другим. Они – продукт чьего-то устоявшегося образа мысли. А что, если переписать эту программу? Все проблемы, что вас гложат, отсутствие денег, слова близкого человека о том, что вы идете в никуда и тратите время впустую – что с ними делать? Если вы уже слышали то, что я скажу сейчас, то повторение не помешает. Если вы слышите это впервые – приготовьтесь, вам понравится. Нужно научиться создавать все, что вам хочется. У вас должно быть несколько источников дохода. Можно вернуться на тысячи лет назад к древним вавилонянам и увидеть, что все богатые люди имели несколько источников дохода. 3% населения зарабатывают 97% всех доступных денег. Говорят, что это нечестно, но такова закономерность. Наш доход – это плоды нашего производства. Вот и все. Кто-то из этих 3% не очень образован, по крайней мере с точки зрения современного образования. Кто-то из них абсолютно безграмотен и не может ни читать, ни писать. Кто-то просто гениален, но гениальные люди есть и среди тех 97%, которые делят оставшиеся 3% денег. Почему и как это происходит? Мой доход вырос с 4 до 175 тысяч долларов за год. И случилось это благодаря концепту, которым я хочу с вами поделиться. Но мы должны понимать, что зарабатывание денег – это не то, что получается случайно. В течение всего хода истории у богатых людей было несколько источников дохода. Это не случайность. Это закономерность, которой можете воспользоваться и вы. Есть закон компенсации, и он работает всегда. Если мы что-то отпускаем, то оно обязательно упадет. Оно не поднимется выше, а именно упадет. Это непоколебимый закон. Закон гравитации, закон мира – он очень точен. Я хочу, чтобы вы слушали максимально внимательно. Согласно этому закону, количество денег, которое вы зарабатываете, находится в прямой зависимости от того, как сильно люди нуждаются в вашем труде. От ваших способностей и от того, насколько трудно вас заменить. В моей сфере бизнеса есть возможность зарабатывать миллионы. И я зарабатывал эти миллионы не потому, что я умнее, чем сосед, и не потому, что я удачливее. Я зарабатывал миллионы, потому что конкретно в этой сфере есть люди, которые невероятно нуждаются в том, что я делаю. Вам нужно найти подобную нужду, а потом научиться очень хорошо ее восполнять. Представьте ведро с водой. Опустите в него руку. Если вынуть ее обратно, то вся вода останется в ведре. Вы можете создавать волны, зачерпывать в ладони сколько угодно, пока ваши руки в воде. Но как только вы поднимете их, все вдруг остановится и станет как прежде. Незаменимых людей не существует. Все же некоторых очень трудно заменить. Если вы хотите стать в чем-то лучше других, нужно сфокусироваться на способности прогрессировать. Станьте мастером того, что делаете. Вот где должен быть ваш фокус. Деньги это всего лишь награда. Мастерство это причина, а деньги следствие. Если вы займетесь причиной, эффект не заставит себя долго ждать. Вспомните Элвиса Пресли. На его счет все еще поступают деньги из-за пластинок, которые крутят на радио. Каждый раз, когда его песня звучит в прямом эфире, счет пополняется. Это называется пассивный доход. Вы сами можете создать источники дохода по всему миру. Спросите, как? Вам не обязательно это знать. Достаточно просто принять решение о том, что вы это сделаете. А то, как вы это сделаете, придет позднее. Не позволяйте сомнениям вас остановить. Как только у вас появится первый источник, то за ним придет и второй. Я верю, что вы можете создать источники дохода, которые связаны с тем, что вы уже делаете. Вы можете сказать, я не знаю, как это сделать и где их искать. Ну, конечно же, вы не знаете. Вы в самом начале. Я тоже ничего не знал, когда только начинал. Я даже читать особо не умел. Я проходил в старшую школу всего два месяца, и у меня не было абсолютно никакого опыта в бизнесе. Так как же я начал? Сейчас расскажу. Я одолжил тысячу долларов и купил на них использованную машину для клининга, швабры и ведра. Я открыл клининговую компанию. Сначала мне дали один офис. Я мыл там полы дважды в месяц и получал по 15 долларов за раз. Потом я нашел другой офис за 65 долларов в месяц, и в итоге получилось 95. Постепенно я дошел до 400 долларов в месяц. Но как-то раз я упал в обморок прямо на улице. Я думал, что нужно просто работать больше, найти еще больше офисов, но это не сработало. Я был истощен. Мне казалось, что ответом на все вопросы была тяжелая работа, но это не так. Голос внутри говорил мне, что я делаю что-то не так. А потом другой голос сказал, если ты не можешь вымыть их все, значит не мой их вовсе. Через 5 лет я уже убирал офисы в Торонто, Монреале, Бостоне, Кливленде, Атланте и Лондоне. Деньги полились рекой. Я не говорю, что вам нужно идти делать то же и идти в клининговый бизнес. Я говорю, что наткнулся на что-то важное. Мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, что же конкретно я делал по-другому. Я создал несколько источников доходов. Когда вы будете сами их создавать, возможно у вас будет вопрос, неужели они все одинаковые? Неужели я буду зарабатывать поровну из каждого? Нет, конечно. Некоторые из них даже не сработают и погаснут, не успев зажечься. Но есть столько разных способов создать их. Можно освоить удаленную профессию, стать онлайн-маркетологом или заниматься маркетингом в партнерской сети. Видите? У вас есть бесконечное количество опций. Нужно просто принять решение о том, что вы хотите иметь много разных источников дохода. И вам не нужно знать, как вы это сделаете. Как только вы примете это решение, идеи начнут притягиваться к вам. Некоторые выстрелят, некоторые нет. Но знаете что? У них есть одна общая вещь. Они все принесут деньги на ваш счет. Когда-то больше, когда-то меньше. Это работает просто невероятно. Все идет к вам в банк. Это аффирмация, которую я использовал очень долгое время. Я счастлив и благодарен, что деньги приходят ко мне все в большем количестве. Из разных источников и на постоянной основе. Продолжайте повторять одно и то же позитивное высказывание. Я счастлив и благодарен, что деньги приходят ко мне во все большем количестве. Из разных источников и на постоянной основе. Мы начали с того, что 3% людей зарабатывает 97% всех денег. И шанс того, что ваши дети научатся зарабатывать, чертовски мал. Если вы их не научите, возможно, они никогда этого не узнают, потому что этому не учат в школе. Многие скажут, что это за абсурд, и нужно много работать, чтобы много зарабатывать. Это не так. Вы думаете, что вы предоставляете определенную услугу за деньги. Но если вы научитесь добывать эти деньги правильно, вы сможете зарабатывать, пока спите, столько, сколько не сможете потратить днем. У нас у всех ограниченное количество времени, поэтому именно то, как мы распоряжаемся этим временем, имеет реальное значение. Те самые 3% знают это. Они много инвестируют, чтобы заработать еще больше. Но как же они это делают? Они создают много разных источников дохода. Таким образом, они как бы умножают свое время. Если вы правда хотите взять от жизни все, то вот как этого можно добиться. И ведь это так просто и очевидно. Конечно, это можно изучать в деталях, но основная идея крайне проста. Вы можете сделать все, что угодно. Границ не существует. Но вы должны четко определиться с тем, что будете делать. Сядьте и распишите в деталях. Как вы хотите жить. Не важно, чего это будет стоить. Просто запишите и начинайте искать способ, как этого добиться. Представим, что вы никогда не работали с компьютером. И теперь вам нужно научиться этим пользоваться. Это займет некоторое время. И когда вы узнаете что-то одно, вы тут же расширяете горизонт для изучения чего-то нового. И так по кругу. Это постепенная эволюция, которая происходит у нас в голове. Но когда я начинал, то даже не знал, как его включить. Поставьте себе целью зарабатывать определенное количество денег в год. Пусть это даже будет миллион. Каждый может заработать миллион. Я верю, что могу научить этому любого. Но вам нужно решиться на это. Если вы не решитесь, то шансы значительно уменьшатся. И это не случится за ночь. Дайте себе хотя бы полгода, чтобы полностью разобраться в этом и научиться создавать источники дохода. И как только вы этому научитесь, вы можете начать приумножать свое состояние. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok